ну зато красиво встречаем гостей да вот если на 6 человек или восемь духовочку себе поставил достал каждому поставил на тарелочку посыпал сахарной пудрой там чем еще можно орешками на чем угодно можно это делать и все девчонки сегодня воскресенье и я решила у меня есть несколько завалявшихся яблочков и я сейчас делаю вот в таких индивидуальных керамических формочках это у нас продают сыр в таких формах и мне казалось что у меня это много больше но нашла вот только это и ладно я сейчас сделаю такие как мини запеканки индивидуальные из яблок и обычного теста типа как для шарлотки сейчас все покажу короче девочки дурю я себе сегодня голову вот у меня есть такая машинка и смотрите видите тут такими вот я укладываю теперь такие яблочки свои на формочки решила воспользоваться этой машинкой хваленый что она как бы будет мне сейчас примут все яблочко за один раз вот она кстати спагетти овощное очень хорошо делает а вот именно яблоки а ну ну не знаю она крошит то есть ну нет того эффекта который я ожидала но так как я уже эту машинку видите она как мне и вот так и ну хотя в принципе вы знаете эти слайсы они очень даже будут хороши как бы в этом в торце вот я их сразу я их сразу выкладываю формочки то есть на рублю столько сколько мне нужно для чтобы не как говорится лишнее яблоко не чистить и не резать вот но вообще ожидала большего эффекта от этой машинке и сейчас покажу что получится может быть там не очень красивые будет но смотрите видите как получается укладывается но в принципе чего за время конечно экономится но потом нужные машинку мыть вот видите яблочко так вот здесь стоит то есть одной рукой я не смогу вам показать вот она крутится и отсюда вот выпадают эти дольки ну вот такими вот слайсиками она заедает вот эти вот яблочки зеленые они такие достаточно как бы кислые девочки поэтому их конечно вот такими тонкими слайсами очень хорошо вот будут в эти тарталетки вот я не буду мне еще пару яблочков покрутить и все я запомню свои формочки потом покажу какой будет тесто вот видите вот так вот она крутится яблочко нужно обязательно переставлять другим концом закреплять я специально подставляю такой подносик чтобы не падала мне никуда ну вот короче девчонки в любом случае если бы я не снимала мне бы это очень сильно сэкономило время потом остается вот такой вот толстый кусочек я его конечно разрезаю ножиком прям своей формочки их оформлю ведь мне места маловато на улице готовить не могу там такая пыльца вот вы увидите как это будет все-таки красиво и что хорошо что все-таки яблочко она нарублена скажем так тоненькими тоненькими слайсами то есть запекаться она будет намного быстрее ну вот принципе все что вам хотела показать сейчас тесто сделаю залью ну и конечно же нам будет интересен наш результат может там получится поэтому посмотрим вместе так друзья мои я буду делать заливочку как бы тесто для теста для мою для моих тарталет из миндалевой муки то есть смотрите у меня здесь вот миндалевая мука я не знаю сколько там чуть больше стакана я не буду все добавлять потому что тесто вообще будет очень очень мало дальше я просею сейчас сюда несколько ложечек муки буквально вот так вот вот таких вот 3 ложечки у нас там сколько 6 у нас 6 8 штучек ну вот где-то я буду добавлять всего лишь три яйца и я буду замешивать это все друзья мои на йогурт на натуральном все вот видите надо надо обязательно обязательно просеивать муку потому что ну во первых она как бы проветривается да то есть обновляется кислородом сюда я обязательно сейчас мои хорошие добавлю немножечко разрыхлителя разрыхлителя каждый раз я ищу слово разрыхлителя добавим ну вот чайную ложечку можно чуть чуть побольше потому что миндальная мука она тяжелая дальше я добавляю обязательно щепотку соли какие бы я тарты не делала какой бы выпечку сладкую я не делала обязательно щепотку соли окей дальше будем добавлять сахар вот такой у нас сахар он тростниковый вот он такого цвета видите светлого 100 грамм 100 грамм это тоже я считаю это немного так нам что нам осталось нам осталось добавить яйца и йогурт я уже чуть-чуть перемешала сухие продукты послушайте это такая французская методика я не знаю сначала добавляются сухие ингредиенты потом уже только мокрые скажем так яйца я буду добавлять 3 яйца они у меня не очень крупные и я уже говорила кто покупает яйца обязательно их проверяйте у меня яйца свежайшие то есть я вчера только мы их из под курочки забрали вот поэтому я добавляю спокойные яйца без всякого как говорится волнения добавляю йогурт у нас вот такие вот йогурты обычные натуральные я всегда уже вам сто раз их показывала девочки два горшочка я буду выливать потом может быть это будет и жидко второго добавлю только половинку если буду смотреть как оно будет получаться не буду выливать все-все-все оставлю немножко сейчас закроем перемешаем и посмотрим что у нас из этого получится все тесто наше готово тесто наше готово сейчас смотрите это уже последние как бы у меня вот такая карамель жидкая посмотрите так 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 карамель натюра вот буквально вот по таким вот на каждое яблочко чтобы она нам придала как бы вкус чуть 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 смотрите как классно получается конечно можно наливать ее и на тесто скажем так сверху но все равно тесто все поглотит поэтому делаем как нам удобно если у кого-то есть девчонки если нету карамели то я вам просто вот рекомендую сделать ее самим потому что ну на самом деле это очень-очень меняется дальше я буду сегодня заниматься прям вот прям каким-то смотрите это у меня масло сель домеев то есть соленое масло вот я по маленькому кусочечку вот так вот добавлю в серединочке это тоже опция это тоже опция но посмотрите у меня получается 8 как бы порций мы 4 порции съедим а 4 порции я заморожу то есть потом достается это все ставится в духовочку и она разогревается и получается вот свежий 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 ну посмотрите какая красота уже у нас получается просто изумительная красота так и теперь я прям вот из этого графина я буду заливать тесто я надеюсь что мне я его сделала не очень много и что я все израсходую потому что не хочется мне чтобы оно оставалось куда мне его девать поэтому сейчас буду разливать пока потихонечку в каждую креманочку а ну это я просто сегодня решила заморочиться а так вообще можно все это делать в большой в одной как бы посудине и просто потом резать на куски это будет точно так же вкусно но вот мы были буквально недавно обедали в ресторане и я брала вот такой тарт правда там формочка была конечно существенно меньше мне очень понравилось у нас еще продают такие формочки индивидуальные из фольги и тоже это очень очень вкусно так ну что теста мне хватает у меня что то еще что то ждет меня я же сделать сделала а забыла добавить сейчас покажу вам у меня вот такие натертые яблоки то есть на той же машинке что я и делала только они уже нарезанные спагетти мне показалось что мне маловато яблок то есть они же сейчас начнут готовиться они же усядутся ну я заодно решила попробовать другую насадочку ну что вы думаете другая насадка оказалась очень даже неплохой это крупная спагетти это можно и кабачки так нарезать я заодно ее опробовала и здесь допустим вообще нет проблем когда ты крутишь это яблочко оно полностью вообще за несколько секунд превращается вот в это яблочное спагетти поэтому можно понимаете можно делать я думаю и с такой нарезкой тоже эти тарты короче надо все экспериментировать надо все пробовать потому что догадки догадками есть конечно и рецепты таких книг там ну девочки вы же сами понимаете откуда приходят эти рецепты ну с кухнем и таких вот пронгвансалочек и обыкновенных женщин которые экспериментируют сами на своей кухне ничего не боятся все пробуют короче не боимся перевести продукт называется поэтому смотрите тут у меня прям получается уже полным полна коробочка ну зато красиво ха 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 смотрите посмотрите как здорово давайте я даже это сфотографирую так и теперь я смотрите долью остальное тесто вот так 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 кому достанется тому достанется называется кому не достанется будет без теста сверху вот теперь еще другая проблема чтобы это не подгорело потому что ну здесь вот как бы сильно бумагой ничем не накроешь сверху поставлю на 180 градусов пока мы будем кушать это все запечется я думаю минут на 30-40 не больше потому что яблоко очень-очень тонко нарезано и девочки ну вот допустим я вам хочу сказать вот это очень хорошая как бы альтернатива когда мы встречаем гостей да вот если на 6 человек или 8 духовочку себе поставил достал каждому поставил на тарелочку посыпал сахарной пудрой там чем еще можно орешками да чем угодно можно это делать и все все я сейчас буду ставить это в духовку я чуть-чуть добавлю корицы кто не любит корицу конечно же не добавляется мы любим с Марисом корицу и еще больше я люблю ее запах который распространяется по кухне да все друзья мои на этот раз все вот тесто получилось достаточно сладкое даже видите 100 граммов сахара для меня сладко но у меня очень кислое яблоко особенно зеленое вот оно вообще кислючее поэтому поехали в духовочку какой уже запах девчонки боюсь я что у меня короче подгорят эти все мои пирожные поэтому смотрите я взяла бумагу намочил ее и сейчас вот наверх на эту сетку выложу все таки это будет защита для моих тарталеток ну вот так первые 20 минут вот так пожарятся они у меня попекутся а потом я буду беру бумагу и пускай румянится вот такие прекрасные посмотрите какие красивые наши тарталетки получились и мы сейчас их будем кушать вот так вот Субтитры подогнал «Симон»